И вновь в фокусе нашего внимания дороги. Сезон строительных работ у служб области подошел к концу. С 1 ноября дорожники региона перешли на зимнее время. До 15-20 ноября эти работы будут выполнены. То есть сегодня мы можем сказать, что в полном объеме то, что в этом году было запланировано, объем работ выполнен. В конце летне-осеннего сезона Комитет строительства и эксплуатации дорог совершает контрольный объезд. Выездные семинары стали уже традицией. В течение года под такие проверки попадают все 28 районов области. На них руководство подводит итоги работы подрядных организаций, отмечает плюсы и недоработки, выставляет дорожникам своеобразные оценки. Сравнительный анализ. Кто-то сработал лучше, кто-то хуже. У кого-то есть какие-то новшества, у кого-то более технологии современные. То есть вот этот мы сравнительный анализ делаем. И в этот раз руководители Дорожного комитета, кураторы районных трасс и начальники подрядных организаций сели в один автобус и отправились в контрольный объезд. На пути экспертной комиссии пункт 1. Октябрьский район. Местные дороги в надлежащем состоянии отмечают участники выездного семинара. А вот полоса отвода оставляет желать лучшего. Тут не обошлось без участия местного населения. Строительные материалы и мусор жители хранят за пределами своих домовладений. То есть в полосе отвода автомобильной дороги. Кстати, совсем скоро избитую проблему неопрятности придорожных полос будут решать с помощью новой техники. Получим машины мусороводские, финансирование по расчету заложено туда. И начнем собирать по всей территории области мусор, чтобы дороги наши были не замусорены. Мусор на дорогах будут собирать в специально отведенных местах. На дорогах сейчас появляются контейнерные площадки. То есть мы практически на всех направлениях организовываем установку контейнерных площадок с контейнером. Где участник дорожного движения может мусор обязан не выбрасывать в окошко, извиняюсь, или пакет с мусором, а подъехать цивилизованно, оставить этот пакет. Мы в течение определенного времени, по мере необходимости, будем эти контейнеры убирать. Технопарк местной дорожной организации. Эти машины помогут справляться с капризами природы зимой. Каждая дорожная организация получает новую технику ежегодно. В том году мы увидели во всех районах новые машины. Так называемые КДМки мы их зовем. Это комбинированная дорожная машина. Она предназначена для очистки дорог от снега, для россыпи противогололедных материалов. Эти машины сегодня у нас новые во всех районах. Поэтому эта позиция у нас существенно укреплена. Следующим в объектив нашей камеры попал Курчатовский район. Здесь участники семинара проездом. Вид из окна комментирует главный дорожник области. Необкошены откосы, необкошена полоса отвода. Бурьян, которому уже не первый год, посмотри. Вот, и эта дорога первой категории. И мусор. За содержание придорожных участков куратор Октябрьской и Курчатовской дорог получает минус. Не везде ведется полномасштабная работа по уборке растительности. Как правило, обочины сделаны, а вот на откосах и полосе отвода еще есть сорная растительность. Вот это замечание многим было, не всем, но многим было. Значит, и с этим они будут дорабатывать. Тем, кто замечания руководителей не учтет и недочеты не устранит, грозят санкции. Будут соответствующие выводы, будут наказания. Не все так хорошо, чтобы хотелось, хотя достигнут результаты вы ездили, видите, но еще много-много недоработок. Мы над этими недоработками работаем, для этого и организуем вот такие вот семинары. На Льговской земле дорожников встречают хлебом с солью. Здравствуйте, гости дорогие! Автотрасса Курск-Льгов-Рыльск. Протяженность 32,5 километра. На дорогах порядок, деревья покрашены, обочины ухожены. За содержание трасс на этом участке отвечает Льговская ДЭП. Дороги строились по городу Льгову и Льговскому району к особо значимым объектам. Это детским садам, школам, больницам. Летние работы в Льговском районе завершены полностью. Задача дня сегодняшнего – подготовка к зиме. Участники семинара проверяют готовность техники. Старые машины в бой уже не идут. Их сменяет техника нового поколения. У тебя вот четыре КамАЗа. Мощные, хорошие машины. Льговская ДЭП за содержание своих дорог получает зачет. Хотя всегда есть над чем работать еще. Там, где места вот такие вот опасные, можно ширять до трех полос. А это районный центр, город Львов. Тут, отметили дорожники, не мешало бы навести порядок. Проездом Канышевский и Дмитриевский районы. Дороги здесь практически в полном порядке. А над ухоженностью придорожных полос необходимо работать, отметила делегация. Последний пункт путешествия – Фатежский район. Тут также думают о предстоящих холодах. Зимное содержание, техника уже готова. На линии готовности песчаная, соляная смесь по всем районам заготовлена. График дежурства введена с 1 ноября, круглосуточная. Организация полностью подготовлена к зимному содержанию. Подводятся небольшие стрихи, недоделки. Это имеется в виду по дислокации, по резервам, по содержанию. Практически, можно сказать, что работу мы завершили. Выездной семинар подошел к концу. Руководители Дорожного комитета его результатами остались довольны. Техника на базах подготовлена к зиме. Необходимые материалы, расходные для проведения нормальных мероприятий по зиме, тоже самое подготовлены. Дороги тоже в основном подготовлены. Наши дороги готовы к непогоде на 95%. Остались последние штрихи. Заготовлена для зимних пескостыляная смесь, подготовлены дороги, переоборудована необходимая техника. Сейчас эти организационные вопросы завершаются. Что касается завершения строительного сезона, то с ремонтом и содержанием дорог в летний-осенний период курские дорожники справились на твердую четверку. Аномально жаркое лето мы пережили без потерь. Ямы ликвидированы, колея устранена. Чтобы дорога держала нагрузку, а нагрузка сегодня превышает те нормативы, которые предусмотрены, мы по расчету закладываем жесткие смеси. То есть не с дешевого песочка, а делаем это из каменных материалов, применяем оптимальное количество вяжущих и вяжущих нужной консистенции. То есть у нас по вязкости оно идет. То есть мы не делаем теплых смесей, не делаем на жидких битумах, а делаем на качественных материалах. И это дает эффект. Сегодня мы срок службы наших дорожных одежд до шести лет мы довели, хотя норматив три года. Курские дороги постепенно приводят в нормальное состояние. Их реконструируют, уширяют, укрепляют, ликвидируют трещины. Конечно, есть и проблемы. Главное – недостаточное финансирование. Мы жестко сегодня регламентируем деньги на содержание. Много мы их не даем. Всего лишь 45 тысяч на километр. При нормативе третья категория, третья категория дороги – это 7 метров ширины, миллион. Федеральный норматив – миллион рублей. Вот его хотят вводить с 2011 года, сейчас пока отставили. Миллион рублей на норматив. Мы таких денег себе позволить не можем. Если мы ведем такой большой норматив, мы не будем ни строить, ни ремонтировать. На ремонт, строительство и содержание в этом году областные дорожники потратили 2 миллиарда рублей. Впереди у них борьба с зимней непогодой. Как справятся они с поставленной задачей, расскажу вам я в следующем выпуске нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова